Дорогие друзья, мы готовы к занятиям. У нас еще одна джазовая композиция, но теперь в стиле басанова. Мы знаем по книге «Свобода и воля», что все танцевальные ритмы в джазе исполняются по высокой позиции. В отличие от блюзовых, от соул, мы будем высветлять. У нас здесь все большие аккорды, но аккордов будет много. Настроились? Да. Попробуем. Еще разочек по ритму давайте. Значит, смотрите, поскольку мне приходится... Я вас половина перекрыла. Двигайтесь, пожалуйста. Вот здесь как ни странно, когда много ритмического рисунка будет у инструментов, вы должны быть абсолютно статично ровненькие. Не надо вам синкопировать много. Статия такой, да? Абсолютно ровно статична. Вокруг вас будет играть ритмические функции, синкопировать и сфинговать музыкант. Да? Попробуем еще разочек. Нет, ну значит, мертвый стоять. Не мертвый стоять, а ритмичный. Возьмите, пожалуйста, вот тот инструмент. Вот тот. Возьмите. К себе. И попробуйте ритмические функции сыграть. И петь? Пошли. Сложно. Сейчас попробую поиграть. Пошли. Ритм, мелодия, да? Да. Да, хорошо. Попробуем. А я вам синкопирую. Потому что если вы будете синкопируя, если я буду синкопируя, у вас будет каша. Значит, пожалуйста, вы ближе к триолям, поровнее, поаскетичнее немножко, да? Потому что там и текст такой. Да. Просто я могу поставить. Да, конечно. А давайте попробуем под минус. Сейчас посмотрим, как эта ровность будет работать у нас под минус. Аккуратнее все, и полочками. Потому что у вас вторая часть будет на контрасте. Вам дают. Вам дают. Да, подслушайте. Занюжай. 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 Заняжай. Занюжай. Ну да, и как-то спокойнее стало. Потому что очень много естества в ней. Это естество. Не в каждой песне нужно показывать свои голосовые возможности. Нужно в ней показать стилевое направление. А это другое искусство. Так, зацент. Субтитры сделал DimaTorzok Видите, вам диктуют контрапункты и музыканты, диктуют стилевое направление. Обязательно с ними разговаривайте. Понимайте, что вам штрихи задает инструмент, который играет перед вами. Подхватывайте этот штрих и продолжайте его, развивайте его. Когда вы делаете импровизацию, с вами там играют скрипки. Вы обязательно должны слышать, что происходит. И быть с ними вместе в контакте. Потому что у вас там ансамблевый вариант получается со скрипочками. Хорошо? Штрихи, пожалуйста, они должны быть всегда в стилевом направлении. И те штрихи, которые в импровизации блюзовой, не всегда подходят в импровизацию бибопе, допустим, или в традиционном джазе. Не всегда. Здесь хочется больше мелизмов, синкоп, хроматизмов больше хочется. Не столько пентатоники, как в блюзе, а наоборот хроматическая такая импровизация. Тонкая, аккуратненькая, легкая. Спасибо. Спасибо вам.